МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала ННТ продолжает новости 24 в студии Зухра Алиева. Здравствуйте. Вначале коротко о главном. Он жив, а за спиной его Афган. Сегодня 32-я годовщина вывода советских войск из Афганистана. Межрегиональный телемост к столетию республики. В торговом доме Киргу прошел телемост с российскими музеями. Возможность победить есть всегда. Волейбольный клуб Дагестан выиграл две встречи чемпионата России. Сегодня в России 32-я годовщина вывода советских войск из Афганистана. В честь памятной даты в парке воинов-интернационалистов прошло возложение цветов. У памятника солдатам, павшим в Афганистане, собрались ветераны войны, чтобы почтить память погибших. Для будущего поколения патриотического воспитания, военно-патриотического воспитания, чтобы молодежь знала, что действительно мы выполняли интернациональный долг по приказу Родины. И выполняем мы его прекрасно, хорошо. А для поколений остается память, чтобы они знали, что их отцы, деды, братья, сестры выполняли свой интернациональный долг. Министерство труда и социального развития Республики Дагестан ежегодно помогают ветеранам-афганцам улучшить жилищные условия. Герой следующего сюжета благодаря такой программе смог купить себе дом и уже принимает у себя гостей. Подробнее в материале моих коллег. Сегодня за чашкой чая уже в собственном доме Набиула Акаев вспоминает о том, как в 18 лет, в 1984 году, он был призван на службу. Рассказывает единственному сыну и жене, как одним из первых в роте попал на спецзадание в Афганистан, в горячую точку, и остался там до 1986 года. По словам мужчины, его родственники и друзья даже не подозревали о том, где ему пришлось побывать и что испытать. У нас, как у советской армии, не было полевой почты. У нас адрес был таджикский, военной части нашей, поэтому никто не знал. Когда домой приехал, уже сказал родителям, никто не верил. Потом поехал в военкомат, это удостоверение взял, что участник афганских событий. Вот тогда они уже начали верить. Даже альбом, за шесть месяцев до моего увольнения послал домой, они через альбом тоже не догадались. Набиула искренне надеется, что нынешнему поколению не придется увидеть страшных военных дней, а тем, кто прошел эту войну, будет оказано заслуженное и должное внимание. Наш глава республики Сергей Меликов распорядился, чтобы огромная сумма денег из бюджета республики Дагестан была направлена на решение жилищных вопросов афганцев. Я хочу сказать, что то, что я видел, что им не суждено было видеть. Это, конечно, мы тогда молодые были, ничего не понимали, как эти на операцию тоже ходили. Постоянно меня офицеры ругали за то, что я первым постоянно шел. Они меня ругали и говорили, что ты не в Дагестане, ты в Афганистане. По словам чиновников, в прошедшем году в Дагестане удалось обеспечить жильем 83 ветерана. В этом году на улучшение жилищных условий афганцев из федерального и республиканского бюджета заложено гораздо больше средств, что позволит обеспечить жильем большее количество участников афганских событий. Но это касается тех афганцев, которые стали в очередность до 2005 года. Набиулла Акаев вспоминает, что в 90-е у многих знакомых ему ветеранов афганских событий сложилось ощущение, что про них забыли, и ждать внимания государства к их проблемам не имеет смысла. Однако с недавнего времени ситуация кардинально поменялась, и решение проблем ветеранов войн стало вновь приоритетом для руководства страны и республики. Ларьяна Шемхалаева, Дауд Гасанов, телеканал ННТ Махачкала. С 15 по 20 февраля россияне отработают шесть дней подряд в связи с переносом рабочего дня с 22 февраля. После этого всех нас ждет три дня выходных с 21 по 23 февраля в связи с Днем защитника Отечества. Следующая после праздников рабочая неделя будет короткой и продлится всего три дня с 24 по 26 февраля. После этого россияне перейдут на обычный рабочий режим. Ранее в Роструде отметили, что в этом году страну ждет всего одна удлиненная рабочая неделя, и при этом укороченных недель в году будет семь. В Мунцукольском районе вакцинировали первых добровольцев из местных жителей. Для проведения процедуры специально прибыли медики из Буйнакской районной поликлиники. Всего в районе вакцину получили 35 человек. Перед прививкой все пациенты прошли первичный осмотр у врача-терапевта, сдали анализ крови на наличие антител и после уже были допущены к вакцинации. Теперь число вакцинированных дагестанцев от COVID-19 можно проследить в режиме онлайн. На портале «Мой Дагестан» выпущено обновление. Оно позволяет следить за динамикой вакцинации. Информация обновляется ежедневно на основе данных Минздрава региона. Также ведется учет количества поступивших в регион доз вакцины. Отметим, что на сегодняшний день вакцинирование прошли более 4 тысяч граждан. Книга «Муфтия Дагестана. Благонравие праведников» теперь доступна и для незрячих. Духовенство выпустило первые специальные труды для этой категории людей. Шрифт Брайля позволит незрячим и слабовидящим прикосновениям пальцев рук понимать смысл содержания книги. Первую партию трудов передали Республиканской библиотеке для слепых. Духовенство заверило, что и в дальнейшем продолжит помогать просвещаться людям с ограниченными возможностями здоровья. Помимо книги «Благонравие праведников», «Муфтият» уже передал специализированной библиотеке более 30 трудов. В Махачкаре состоялся финальный этап республиканского конкурса на знание основ исламской религии и жизни пророка Мухаммада. Он проходил в центральной джума мечети Махачкалы. Из 8 тысяч участников в финал прошли всего 150 человек. Завершающий этап мероприятий проходил в формате тестов и письменных заданий. О результатах финала, а также о времени и месте проведения награждения победителей будет объявлено 21 февраля. Телемост с российскими музеями культуры Дагестана на площадке российских музеев прошел в торговом доме Киргу. Гостями онлайн-встречи стали представители крупных музеев России. Подробнее в нашем следующем сюжете. Первый межрегиональный телемост между музеями прошел в Киргу в рамках программы «Дни культуры». Телемост объединил представителей шести дагестанских и российских музеев. Государственного музея-заповедника Царицыно, музея Востока, музея-заповедника «Дагестанский аул», музея имени Тахагоди, Дагестанского музея изобразительных искусств имени Расула Гамзатова и театра поэзии. Я уже говорила о своем предложении. Я вижу такую глобальную выставку, современную и традиционную. Это моя мечта. Я еще раз вас поздравляю. Очень надеюсь, как только после открытия оказаться в Дагестане. Между музеями, в которых сохраняется память о художниках и популяризируется их творчество, уже давно установлены тесные дружеские связи. Представители музеев обмениваются опытом, встречаются на конференциях, обсуждая общие проблемы и перспективы развития музейного искусства. Мне очень приятно, что торговый дом Киргой торжественно проводит эти мероприятия, посвященные празднованию 100-летия до СССР. И очень такие были достойные мероприятия, очень разнообразная программа. Дискуссия о том, как популяризировать выставки среди молодежи, стала важной частью онлайн-встречи. Необходимость мероприятия подобного формата в рамках межмузейного сотрудничества отметили все участники-представители телемоста. Я не ожидала от торговой фирмы Киргой, но это, конечно, целая империя. Я знаю и рейтинг этого торгового предприятия. И вдруг телемост, и вдруг культура. Это здорово. Это так здорово, что я получила большое удовлетворение от того, что я общалась с нашими московскими коллегами. Инициатором проведения телемоста выступил торговый «Дом Киргу», который четыре дня подряд проводил культурные мероприятия, приуроченные к столетию республики. Алина Багилова, Нурмагомед Макомедов, Дауд Гасанов, телеканал ННТ «Новости Махачкала». И о спорте. Волейбольный клуб «Дагестан» выиграл две встречи чемпионата России. В рамках восьмого тура команда Магомеда Гайрбекова взяла верх над Воронежским «Кристалл» Черкизова и ростовским «Ростов-Валей». В первых играх махачкалинцы потерпели поражение, но сумели взять реванш. После этого тура дагестанская дружина поднялась на пятую строчку в турнирной таблице. Следующие встречи наша команда проведет в родных стенах. Игры в рамках отложенного пятого тура пройдут с 16 по 21 февраля. Таковы новости к этому часу. Всего доброго и до встречи.